Сразу несколько дорожно-транспортных происшествий со страшными последствиями. Произошли за сутки в Татарстане. В Казани погибли три человека. Один сегодня утром в результате массовой аварии на улице Чистопольская. Недалеко от развязки с проспектом Ямашево столкнулись шесть машин. Аварию, по данным автоинспекции, спровоцировал 36-летний водитель Шкоды. Мужчина, по рассказам очевидцев, был пьян. Он выжил, хоть и получил травмы, а вот 37-летнему водителю Део, в которую пришелся основной удар, врачи помочь уже ничем не смогли. Айрат Назипов с места происшествия. Пострадавшие автомобилисты в один голос говорили. Авария произошла по вине водителя Шкоды Кодиак. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в левый бок Део Некси. Затем нацепил встречную Шкоду Йети. Но основной удар пришелся въехавшую следом Део Джентра. Машина превратилась в груду искореженного металла. Ее развернуло и иномарку откинуло на Ладу Гранту, который, в свою очередь, отбросил на Ладу 14-й модели. Машины туда ездили? Все. Шкода оттуда ездила, неправильно на сушку, на эту машину. И я успел отсюда проехать туда. У меня есть, и вот тоже в первом голове остолки. Бампер, лобовый, все, само. 37-летний водитель Део Джентра погиб на месте. Основной удар пришелся именно на его сторону. Предполагаем же, виновник аварии, 36-летний мужчина, также получил травмы и был срочно госпитализирован. Как рассказал водитель Део Нексич, а машина приняла на себя первый удар, водитель Шкода Кодиак мог быть не трезв. Возьмите, пьяный был или нет вообще? Пьяный. Пьяный? Да. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД восстановили картины произошедшего. Автомобиль Шкода Кодиак, который двигался по улице Чистопольской, по стороне улицы Сибага, по таким направлению улицы Ямашево, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с обстоятельствами произошедшего, степень вины всех участников этого транспортного происшествия, будет установлен только в виде следствия. Следователям теперь предстоит выяснить, в каком состоянии мужчина сел за руль и почему выехал на встречную полосу. К слову, нетрезвому виновнику аварии, в которой погиб человек, закон предусматривает до 12 лет лишения свободы.